Всем привет, с вами Крон и это группа Разбора В этом бою игрок Каток Юэй Киев на танке КВ-1 Порвет 14 врагов, наберет просто тонну медалей Смотрим, какой-то сделал Значит, бой у нас Ласвель, бой встречный То есть, единственная точка захвата Сразу наш герой едет на эту точку захвата Напрямик Он еще и единственный тяж в команде, поэтому ему надо тащить И тащить конкретно Тем временем появляются враги на центре Это ЛТшка, пролетающая по центру Тут же следом, там же засвечивается СТшка Которая решила пострелять по кишке Для нее заканчивается очень плохо Один снаряд, второй, и она умирает Также плюшку получит сейчас у нас ЛТшечка Опа, готова Но, к сожалению, по гуслям Тем временем наша команда начинает сливаться То есть, М3 Ли убил своего На радостях Тут же подозреваю, что еще кто-то будет убит Из наших Ну вот уже получается 4-2 счет При том, что одного убили свои же То есть, уже начинает расклад идти не в нашу пользу База брошена Все стадо оленей забилось, как обычно, в ущелье Но, собственно, то именно такие бои и получаются вытаскивать Потому что, когда команда тащит Много медалей не заработаешь Наш герой снова едет в сторону города Потому что там реально осталось Два танка, которые могут хоть что-то сделать Пошел уже захват То есть, уже Надо спешить, уже надо что-то делать Хотя этот захват Не такой быстрый, как в стандартном бою Но все равно Медлить нельзя Застревание на заборе А забор лучше проходить так, чтобы центр танка не упирался в столбик Союзники продолжают уничтожать свою команду Ну, как бы, чтобы герою было проще тащить При этом ущелье продолжает толпиться Ущелье ничего не делает Возле церкви началась война То есть, там одиннадцатый наш парнишка Дисцеплис На СТ-шке пытается что-то сделать Но, к сожалению, он один А врагов очень много И он умирает И сюда пришел уже наш КВ Начал раскидывать снаряды один за одним Первый ушел Т-28 Захват продолжает идти То есть, еще кто-то есть в фургу Еще кто-то спереди Рикошет очень такой неприятный Потому что Это может очень дорого стоить И не пробить И не пробить его Тоже очень нехорошо Один из захватчиков решил вылезти Посмотреть Сразу же получил плюшку И спрятался Продолжает захват Так, сейчас против нашего героя Три танка Две Т-28 и одна ПТ-шка А вот если бы эти танки были Немножко поумнее Они бы его сейчас обошли И просто задавили Потому что По раскладу как бы видно Что сейчас светятся у них все наши танки То есть, реально можно выйти Задавить одну КВ-шку Вот сейчас так начали делать ПТ ПТ вылезла одна А там же вторая Но вместо этого Олени стоят Тупо берут базу В надежде на то, что у нее смогут взять КВ не торопится Сначала обрезает хвост Убирает тех, кто сзади Прострел под арками ПТ-шка поторопилась К сожалению И лишилась половины ХП Вторая лишилась своей жизни Непробитие Которое стоило жизни И второй ПТ-шечки Прострел Т-28 Также подарка И у нашего героя уже Пять фрагов И один союзник Который еще живой У противников Больше половины команды живо Два тяжа живо Хетцеры Которые могут быть с фугасницами На галте Которые могут просто разорвать КВ-шку двумя выстрелами Плюс идет захват На захвате Т-28 Слишком смело Конечно, выезжаем Но тем не менее Он умирает Первое попадание И мой основатель Только вертей башни И ждать тарана Тараном сносится 16 ХП И база зачищена И вот сейчас Одно из таких Интересных мест То есть герой съезжает Захвата базы Он не стоит на ней Потому что если ты стоишь на базе Враги знают где ты Враги тебя могут обойти Зайти тебе в спину Зайти сбоку И просто растащить Не сможешь вертить башни Во все стороны Они тебя будут Свободно бить Поэтому самый лучший вариант Это уйти из захвата И навязывать врагам Свою игру Не показывать Где ты находишься Хетцер с фугасницем Он почему-то решает Не воевать Решает убегать И умирает С двух выстрелов Хотя он мог бы Фугаской Очень неплохо Накинуть КВ-шки А если бы он был на голде Он мог вообще Просто его убрать Сразу же Ну и собственно Отсекание быстрое Всех остальных танков Так как они прошли По ущелью Они сейчас Очень быстро бежали К базе И разделились Вперед ушли Самые быстрые А все тяжи Идут сзади И идут очень медленно Поэтому нужно успеть Быстро не дать им Собраться И убрать Все легкое Т-34 И тут же ЛТ-шка ЛТ-шка Это у нас Т-80 ЛТ-шка получает Плюху Прячется И делает ошибку Пока наш герой Разбирает Т-34 ЛТ-шке Нужно было Обходить его И убивать Вместо этого ЛТ-шка стоит И стреляет В угол Естественно Не пробивая В угол КВ-3 Ой КВ-1 Это стоит И так же Жизни Сейчас У нашего героя Уже 9 фрагов И это Очень хорошая Заявка на победу Потому что Он почти еще целый Врагов все меньше И враги Слишком торопятся И умирают Первая неприятность Серьезная неприятность Это зашедший В спину Черчилль Который вместо того Чтобы продолжать Давить И идти в ближний бой Начинает прятаться За угол дома Для Черчилля Это не лучший вариант Так его скорострельная пушка С относительно хорошей броней Нужно идти в ближний бой И Просто как из пулемета Расстреливать Врага Тем не менее Он стал слишком далеко Не смог Разнести КВ-шку Бак Не смог ему пробить Ни бак Ни движок Вот сейчас уже пробили Кстати И лишился Почти всех хп Но и наш герой В сражении с этим Черчиллем Лишился очень много жизней Тем не менее Черчилль Из-за угла Не такой уж Хороший танк Потому что У него пушка Более скорострельная Ему нужно реально Было выходить В ближний бой А вблизи Ствол на ствол Он КВ-шку Перестрелял бы Конечно Но это еще одна ошибка Врагов Мы увидим Их было очень много Следующая ошибка Матильда Почти разбирает КВ Но При танковке Задом Она не смотрит Куда Стреляет И начинает стрелять Взад Под очень таким Острым углом Естественно Не пробивая его Если бы сейчас был бы Выстрел в борт Это была бы смерть Танковка Задом В чем она заключается Зад спрятан Показывается только Борт Борт показывается Под очень таким Острым углом В который его нельзя пробить То есть Либо идет пробитие Гусли Либо Рикошет И не пробитие Таким образом Матильда Почти разобрана Но сейчас Кстати У Матильды Был бы шанс Либо она бы не стояла А пошла бы в атаку Начала бы давить Она бы за эти два выстрела Подошла бы к нему На такую дистанцию Куда смогла бы выцелить Там лючок Выцелить Что-то И убить Следующая ошибка Это приехавший КВ Он ополовиненный Он боится за свою жизнь И вместо того Чтобы выехать И отстреляться Он Тупо постоял Подождал Пока в него выстрелят Потом выстрелил сам В труп И после этого Только после своего выстрела Выехал и отдался Вместо того Чтобы сразу выйти И сразу убить И вот уже 13 фрагов Незаметные Аккуратно Последний фраг Без дамага Точнее без фрагов Скорее всего Это спящий на базе Поэтому наш герой На всех парах Летит туда Добирает 14 Сейчас представляю Какой у него мандраж Очень повышается И давление И сердцебиение И вот он Хетцер последний Но он не спит И у него фугасница Первый торопливый выстрел Который мог ставить Просто ему жизни Почему? А потому что У Хетцера может быть голда И Хетцер этой голдой Может его убить Хетцер сводится Выстрел И Хетцер попадает В маску орудия То есть этот эпик фейл Стоил Хетцеру жизни Если бы он был бы заряжен Хотя бы даже не голдой А фугасом И он бы эти 27 хп У нашего КВ Просто бы Снял очень легко Вот собственно так Наш герой Заработал 14 фрагов Обалденный бой Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Пока Продолжение следует... Продолжение следует...